Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 28 выпуск второго сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске сварили предметы для закрытия квеста Лендлис, часть 2. Благодаря удачному рейду за дикого, позволили себе несгораемый контейнер бета, который на две ячейки больше предыдущей альфы. Убив 10 диких на берегу из М4-1, закрыли квест Мокрое дело, часть 1. Забрали папку для квеста Груз Икс, часть 2. Совершенно случайно закрыли квест Садоводства, часть 4, наткнувшись на видеокарту в лазурке. Пометили маяком Рыбацкий остров по квесту Мокрое дело, часть 2. И нашли в подвале Западного Крыла ящик для квеста Груз Икс, часть 3. Владислав, Бэр, Юсек, Шаббис, Димон, Павел и Илья. Огромное спасибо, ребята, за вашу финансовую поддержку. Всем приятного просмотра! Запускаю сходу генератор, чтобы у меня воздушный фильтратор начал работать, там еще 11 часов нормально. Пока вас не было, господа и дамы, провода и конденсаторы варились, значит можем закрыть сейчас квест. Квест удобрения, как раз для этого я и варил, короче, все эти штуковины, механика, радуем. Закрываем квест, даже не выходя в рейд. Мокрое дело, часть 3. Найти машину Артема на берегу нужно будет, с этого квеста я сегодня и начну свои похождения. Поэтому первый рейд на берег будет. Продал биткоины, появилась деньга, предлагаю разведцентр тогда сразу заказать улучшение, тут кое-что по железякам надо было прикупить, они не такие уж дешевые, сейчас быстро все закупим. 24 часа и будут у нас и предстоящие бонусы, и разведцентр третьего уровня. Следующему выпуску сварится. Такой чисто скромный бич пакет, мать его, Мосина, полуразбитая броня, жилет дикого балаклава, патроны, да и ключики на всякий случай возьму от берега. Так, без фанатизма. Идем в общем на берег в 7, а можно и вечерком пойти, да, ближе к 8, вот я там долго не собираюсь лазить, так что нормально, мне там хватит, минут 10 от силы на весь рейд туда-сюда. Страхануть только Мосина можно, а остальное пусть так остается. О, как раз и народу не так уж много. Все должно получиться. Задача на рейд простая, мне просто нужно будет вдоль дороги пробежаться, ближе к тоннелю, там есть место к ДТП. Вот как раз машина Артема, одна из участниц, короче, этого самого ДТП. Смотрим машину и выходим с локации. Это все, что нам нужно. Вот, нас, нас на куда, ага, понятно. Промежду самых коттеджей, короче, да, и деревней. Значит, здесь недалеко сразу машина. Все здорово. Тогда маршрут будем строить таким образом, сразу к дороге. И вдоль дороги мы сейчас найдем машину этого самого Артема. И попробуем выйти на Норвенском. Как раз по пути на Норвенском мы можем лутануться. Чтобы пробежка, да, не была засчитана. А выживание, выход засчиталось. Ну и в принципе-то и все. Главное, чтобы выход там работал. Тогда все будет в ажуре, я думаю. Но если на Норвенском не будет работать выход, то ничего страшного. Пойдем на КПП 11. Либо там выйдем, либо уже на дорогу на таможню. Сами коттеджи или наверх в лазурный берег подниматься не будем. Вот оно место ДТП. Машина Артема. Вот это, вот это. Все. Мокрое дело, часть третья. Под задача выполнена. Осталось выжить. Вот из локации. Смотрим тайничок. Подкопим опыта. Все нормально будет. Пойдем на Норвенский. Тут еще тайничок вкусный. Было бы неплохо, если бы у меня на Норвенском работал сейчас выход. Блин, вообще было бы шикарно. Кстати, есть одна теория по поводу того, как работает этот выход. По каким признакам, короче, выход на этой лодке работает. Я на основе один интересный момент заметил. Вот эти вот тоже должны гореть. Вон он моргает. По-моему, выход работает, пацаны. Сейчас мы это дело и проверим как раз. Надеюсь, это не билет в один конец. А если в один конец, то через выход. А не через смерть. Тут же у нас как раз интересно. Есть два сейфа и два компуктера. Она, походу, без антиквариата, да. А то сейчас скоро начнем делать квесты для барахольщика. Там они особо-то и не сложные. Единственное, там что начнется, все подряд делаться будет. И желательно подготовиться. Там шапки эти, ковбойские шляпы, прочие вещи. Но самое редкое это антиквариат, конечно. Львы, статуэтки и прочее. О, вот это пойдет нам. Окей. Ну пока... Дождь усилился. Пока вроде тихо. Может быть, тогда и картотеки посмотреть. Я особо ценного-то ничего и не нашел. Давай посмотрим картотеки-то и все. И домой пойдем. О, пойдет. Хоть чуть-чуть денежку под Колымин. Такой атмосферный дождик. Лупит по крыше так. Приятный. Хоть таможня. Всякая-всячина, короче говоря. Еще и свеча. Нифига себе. Когда... Еще свеча. Когда авторем, тогда, конечно, свечей не найдешь. Но оно такое. По закону подлости, как говорится, все работает. То, что надо, то не найдешь. Когда не надо, все будет битком. Это все набито. Ладно, что, пойдет. Хоть так. Можно валить. Ух ты. Ничего себе. Ауч. По-русски, блядь. По-русски говори. Е-мое. Как промазал-то их двое, оказывается, еще. Вот хуй. Сам такой. Все. Отъехал? Нет? Что-то я не понял. Да, готов один. Мамана, намана. Подожди, подожди. Сейчас. И батонки в будку, и все на свете будет. А что, куда еще-то? А что, я аптечку не взял, что ли, получается? О-о-о, нормально. Я даже резервную не взял, аптечку. Пока колдовал с этим лутом. Ага, вижу. Тихо, тихо, тихо. За железкой? Тебе эта фольга не поможет, мужик. Блин, вот весело-то сейчас, а? Опять придется выплясывать тут с диким. Ну, буй моргает, смотри. Это стопудово, мне кажется, работает выход. О, вот он. Есть. Все. Сейчас у них отнимем, что ценное есть. Надо будет валить, а то он шумел. Сейчас любопытные варвары 100% прибегут, если они есть тут где-то неподалеку. Хорошо, хоть кровотечение не открылось, да? А то подорожник пришлось бы прикладывать. Как-то к аптечку забыл, капец. Хирургию, таблетки взял, аптечку. А, нет, у меня эти бинты и этот гемостатик есть, так что. Мамана. Все, смотри, в общем, никакие тут паруса, это все фигня. Вот буй морганул только что. Вот эти ближние буи должны моргать. Слева вон буй моргает. Не тот, который вот рядом с берегом. Да, работает. Короче, смотри. На тот не обращаем внимания. Вот он буй. Чик моргает. Вот он маяк горит прям красным. Ну, не маяк, не знаю, что это. Чик и тут моргает. Все, это явно признак того, что выход работает. Мы не ошиблись. Можно не бежать сюда прям проверять саму лодку, а с Норвенского посмотреть на крайняк. Ну, либо если оптика есть, и она добивает. Вот такие дела. Все-таки я вычислил, как работает этот выход. Ну, как и планировал. 10 минут, 9. Еще и с Мосинки пара убийств. Это все пойдет нам в прокачку. Тарковского стрелка. Закрываем мокрое дело. Часть 3. Квест завершаем. Машину нашли. Вышли с локации. Мокрое дело. Часть 4. Найти список жильцов санатория на берегу. Этот список находится в административном корпусе лазурного берега этого санатория. Но на сегодня у меня другие планы, так что, пожалуй, этот квест пока отложим. В планах сегодня миротворческая миссия. Первая локация, где это было завершено, это был берег. Теперь я планирую пойти на таможню, так как на таможне, помимо миротворческой миссии, у меня есть еще один незаконченный квест. Это секта, часть 2. Мне нужно пометить место ритуала на таможке. То есть воткнуть маяк на Меченке. Нам нужен будет ключик, помеченный символом. А нет, это санитаровский. И вот этот вот самый. Да, нифига, 345 тысяч. Ну пофиг, берем. Зря биткоин продавали, что ли. Он мне, я думаю, в любом случае еще службу сослужит. Там 25 использований есть. Все, ключик сразу же в планшет. А в остальном все готово. Маяк я взял. Оделся в ООНовскую броню и шлем. Оружие готово. Все, я готов. Пошли теперь на таможню. На таможню мы пойдем с утра реца пораньше. Достраховываем пушку и ушки. Остальное все так оставляем. Народу, как всегда, на таможнях. Собак нерезанных. Понятное дело, что в третьего класса бронежилет и шлеме идти в общежитие это такое себе решение. Но в любом случае, если будет возможность, там особо стрельбы не будет слышно, то я залечу сначала в общаге. Если же там будет какая-то сильная возня, то я похожу по периметру, покружу, по райончику постреляю диких и потом опосля зайду, когда шум стихнет. Ох и спаун, иди твою маковку. Куда меня наспавнило, блин? Надо на ту сторону, короче, педали. Здесь мне делать, очевидно, нечего. Ех, я думал, меня куда-нибудь на заводскую территорию туда закинют. Вот там поудобнее было бы. Я бы как раз походил где-нибудь либо по заводской территории и как раз в середине рейда, я думаю, эти самые общаги освободились бы. Ну а так, что делать? Вперед в общаги. Сейчас самые злачные места. Горю не напугало. Сейчас мне диких в любом случае не дадут пострелять. То есть урока работает. А, он мне не нужен же. А на той стороне же выход. Ну пошли, попробуем в общаги тогда залететь. Мне только третий этаж нужен. Там зачищать, выбивать ее нет необходимости. Правда, она на третьем этаже там такая себе. Возня вечно происходит. Во, сидит. А что ты, да? Что такое, блин? Еле как убил. Ну все, спасибо. Всем рассказал, что блокпост на снайперовку-то идет, да? Молодец. У нас будешь работать. Ладно, была не была. Попробую залететь. О, вот это мне нравится. Это как раз за лазарет там битва. Это мне нравится. Значит, на той стороне движение. Может, тут и нет никого, да? Да пофиг, что. У меня пушка хорошая. Патрон нормальный. Если что. Может, а, тут занято. Понял. Обманный маневр. Заходим на третий. В рюкзак лежит. Да, тут занято второй этаж. Есть. Это чувак, а был. Надо посидеть, послушать. Надо центральную лестницу прокидывать. Точно. А кто это? Дикий или кореш его? Эй, что с горнотой? Как теннисный мячик скачет. Е-мое. Ладно, давай, дованем. Все, пойдет. Теперь надо меченку открыть, внедриться. И все. Как он предательски подтягивает к двери, е-мое. Вот так вот. И внедряемся. О, нифига, денежные кейсы, смотри. Маяк втыкаем. Все, то, что ЧВК завалил, это вообще классно. А тут давай, что, красную ключ-карту так и не дашь мне, да? Ни разу я вот сколько играю, я ни разу вообще не находил эти ни красные, ни синие ключ-карты. Не фиолетовые. Ну что, сейчас посмотрим, как пойдет. Этот ЧВК, которого я убил, он тоже идет в квест. У меня же от кегеля там квест. Злой вахтер, что ли, что-то в этом духе. Там пятерых ЧВК надо в районе завалить. А квест секта доступен к завершению. Мне даже выходить выживать не нужно. Забрать, что ли, попробовать его, а? Или не выделываться, пойти диких стрелять. Упс, я думал, открывается. Думал лутать оттуда, с комнаты. А так мы дотянемся до тебя. Давай руку, брат. Беррельц. Шлем целый. Заберем. Бронежилет целый. Я его в руки в ноги убил, что ли? Ювелирно, рандомно. Слушай, а может быть там внизу просто дикий какой-то лазает? Может, я зря парюсь по этому поводу? Давай посмотрим. Квест я уже в любом случае сделал. Что тут я? Ага, слышал. О, ну такое не берется. Хорош. Вот это обманул меня, супер-залупер. Молодец. Одного бироца только забрал. Но главное, что я секта квест сейчас смогу закрыть. А то, что там помер, это даже не страшно, не обидно ни разу. Это мы переживем. Все, один из долгих квестов, делающийся на нескольких локациях, мы можем позволить себе закрыть. Зашибись. Миротворческая миссия продолжается. Я также пойду на таможен, но теперь не по горячим точкам, получается. Все, я готов, собрался, оделся, обулся, медицину теперь взял. Все, как положено. Пойдем сразу же по периметру какому-нибудь. Еще надо подлечиться точно. Все, готов. Времечко для таможни 11.40. Нормальное, хорошее время. Я планирую не быстро пробежаться, а поискать конкретно диких. Так что самое то, что нам надо. Поехали. Было бы неплохо, если бы меня где-нибудь на заводской территории или на скалах где-нибудь заспаунило. Вот там самый удобняк ходить через локацию по-диким. Во, то, что доктор прописал. Само то. Нормальный такой спаун. Ну что, 12... 11, то есть диких. На все про все время у нас вагон. Спаун у нас хороший. Со скал, наверное, не буду смотреть. Давай прям в обходку. Как раз они тут сейчас и ЧВК рассосутся немножко. И дикие появятся на карте. Пока походим, послушаем. Если тишина, то... Все дикие наши будут. Рюкзак взял небольшой, потому что лутаться я не планирую. Тяжелым бегать по всей локации у меня вообще не вариант. О, есть клиенты. А, это, подожди, это... Какое-то позывное у него интересное. Это, по-моему, на мазутном хозяйстве как раз кто-то с пистолета. Постреливает, да? Значит, они незаметно в сторону Газели пошли, вероятно. Или как? Или что? Или где? Блин, это КПП. Это, по-моему, на КПП уже кошмарят моих клиентов. Эй, я так вас никак не сделаю, если вы будете убивать моих диких. Снайпера нет? Газель закрыта. Скорее всего, где-то тут строго. Да-да-да-да-да. Эй, земля! Не забегай! Давай, мочи их! Давай, давай, братюня, мочи их. Если что, я здесь. Ну я не буду! Нехороший вы, блядь, человек! Почему он этого не убивает, не понял? А, он, наверное, за колючкой там заныкался, да? Скорее всего. Блин, нет понимания. Может быть, он сверху там где-то стрелял, а? Из окна какого-нибудь ещё. Ничего непонятно. А вон дикий пошёл. Ну-ка, подожди, браток. Не спросил, а поинтересовался. Вопросы есть тебе. Ё-моё. Хотел быстренько и без шума и пыли. Непонятно, куда свалил чувака. Шапочка Коттон. Кстати, классный мужик вот этот, Коттон. На Твиче стромирует. Игрули всякие. Понятно. Что ничего не понятно. Как сквозь землю провалился. Товарищ молодой. Какая-то странная возня. И тут не тронуто ничего. Не уж. Блин, а где дикие-то, ё-парасы-то? Я так, блин, да чё, до утра буду делать, что ли, этот квест? Как жить-то мне с этим? Сейф заглянем. Что-то тут директор заправки не серьезный какой-то, мужик. 93 доллара только в сейфе. Что-то стоит чего-то, не? Так не пойдет. Мне нужны дикие. Где мне теперь диких-то искать? Я вот что-то вот этого не понимаю. Может быть, они уже там отспавнились, отдышались? Давай еще раз посмотрим туда. КПП. Заводскую территорию. И оттуда в сторону ста... А, вот, вижу красавчика. Готов. Синий шлемак можно было бы староканить, но очень открытая такая местность. Я не понял, так куда делся тот чувака. Рисковать не стоит. А, вот, где стрельба была. Ну да, я так и предполагал, что он за колючкой здесь. И стрелял он, сотри, оттуда. Глазит баллистика. На стене дыры и кровь. Понятно. Значит, он, скорее всего, на скалу туда учесал, да? Понял. О, снайперок. Готов. О, пошел процесс потихонечку. Ценности какие, попялимся здесь. О, вот это классная штука. И вот это неплохая штука тоже. Ну вот, маломальский сейчас с мешочек и соберется у меня, я так думаю. Так, лута соберем, но достаточно, чтобы было и денег подколымить. И достаточно, чтобы было самому побегать просто. Иначе, если бы был... Вот часто пишите, что возьми нормальный рюкзак, большой, там туда... Да блин, нафига он мне нужен? Черт бы с ним, с этим лутом. Я своей пару сотен четверть ляма зареет в любом случае вынесу, если выживу. Конечно, все нормально. Ключ от времянки. Такой ключ нам не нужен. Заберем на продажу. Адам, в тромерской заберем видеокарту. Лежит же, ждет нас. Сто пудово. Что-то не хотят дикие спавниться. Обычно их тут ходит по 3-4 особи. Это видеокарта. Зато есть плата. Децентральный процессор падет. Куртки, сумки уже не буду смотреть. Да, я думаю, нормально. У меня и так уже в рюкзаке есть чем поживиться. Теперь будем дикарей искать себе. Сейчас на заводской территории глянем. Там должен быть дикарь другой. И на старую заправку. Там-то точно будет... Кого пострелять? Там часто теперь дикие спавнятся. А что, никого нет, что ли? Опачки. Вот это вот плохой труп. Откуда тебя? Со скал убили? Вон он, браток. Опа. Возможно, кто-то со скал либо отсюда сжидаю его. Непонятно, короче. А тут не было никого. Да, я думаю, что его со скал подстрелили. Понятно. Это и хороший знак, с одной стороны. Значит, со стороны старой заправки никто не заходил. Там наши товарищи должны стоять сейчас. Развлекаясь и травя байки друг к другу, да? Сейчас мы им настроение подпортим. Сейчас получится. О, есть. Один готов, второй еще живой. Упс, тихо-тихо. Так, одного убил, еще двое живы. Блин. Он там прям в дверном. Убил. Да, иди ты в баню. У меня сейчас проще, по-моему, просто сблизиться с ним. А, ага. Внутрь залез. Эээ, ты куда пошел? А, нету. За заправкой, что ли? Вот он. Хорошо. Так, одного там убил. Двоих, троих. Три, пять, шесть. Половина готова, получается. О, тут даже мосинку можно староканить у нее. Нормально, нормально. О, ничего себе у него гжелька. Подбитая, правда. Так, патроны еще надо забрать на мосина, на всякий случай, да? Если вдруг, сейчас быстро все настреляю, то с мосинки буду дальше пилить. Пойдет, пойдет. Для МПХ. Ну что, идем еще раз тогда, попробуем на... А, у общаги вышли, смотри, а выход у общаги красный. Уехал кто-то, или отправили машину. Пойдем посмотрим тогда эту, заправку, что ли? Новую заправку. Потом... Там на той стороне, где автобусная стоянка, можно будет посмотреть. Там тоже дикие частенько шатаются. И если им что, у меня же ключики есть от таможни, можно будет в двухэтажку зайти. А раз там уже уехали, скорее всего, вся возня уже прошла. Там взрыв где-то я слышал, но я не понял, где он был. Где-то в центре карты. Может быть, как раз в общаге там и отвоевали уже. Так-то уже тихая вроде бы, как локация. Сейчас действительно самое время походить там. Главное, диких там не раздражать, да? Челоботов я имею в виду. Постараться выйти с локации раньше, чем они загрузятся на нее. Какой-то... Шарево. Такой же, как у меня, такой же нашел. Может, что-нибудь стоит? Фиг его знает. Давай питание я подам на всякий пожарный. Вдруг, если чего... Если чего, на базе решал и выйдем тогда в подвале. Там ключ у меня от выхода с завода есть, так что все нормально. Где тут орал-то? Здесь дикий где-то орал. Вык сквозь землю. А, здесь перепрыгнем. Ноп. 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 Оп, почти. Наконец-то. Да тихо тут, не видно и не слышно никого. Странно. Заправка, чтоб тишина такая была на ней. Не часто такое увидишь, услышишь. Не часто. Я это включаю от МЧС. С ужаленью. Пойдем автобусную туда позерим. Автобусную. Здесь яму. За ней. Да и в общагу можно будет взять, я считаю. О, есть клиент. Готов. И все. Жаль, конечно. Ну и ладно. Не хотите как хотите. О, подожди. Ага. Ой, хорош. Прям идет? А, вон, вижу. Воу, воу, воу. Это не челобот, случайно? Все. Готовченко. Что-то такое прям идет, как будто байте. Да, орет на меня. Обзывается по-всякому. Негодяй. Прямо мне. 105 сейф но без антиквариата почвально что тогда раз уж здесь может быть и те дальние посмотрим так вот сделаем а здесь выпрыгнем в окошко есть да двушку судя по всему вообще не трогали смотря о я магазин проиграл где-то забыл что слота свободного нет для магазин до не открывали смотря все заперто хорошо о флешка ништяк если что потом три флешки можно будет попозже как у егеря откроем лояльность нормально можно будет его вымеливать на жетонницу и продавать и это лучше наверное мы возьмем на это схавать можно внутрь вкусняшка еще один сейф 110 не знаю в трехэтажки может быть тоже имеет смысл походить посмотреть черепок 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 ящик диких будем лепить потом из этого черепка пригодится потом неужели ни одного дикого в сей двушке ясно понятно я думаю тут нету никого просто в наглую забуриться может на таком тайминге здесь делать в общежитиях чвк нечего хотя каждый по-своему играет да может он сидит час ара крутых парней а вот они крутые парни лежат все здесь уже отплясали все лампы разбиты кругом трупы кровь ну чё тут уже все короче обчистили здесь смотреть уже смысла нет никакого чисто опыт впитать до сосмотра тел вот и не надо было бы брать ключ от меченки просто прийти вот так сейчас маяк заложить и уйти ну тогда бы я чвк не убил одного сколько там еще осталось у меня маратворческая 9 из 12 еще троих надо ну как раз по пути до дома я думаю троих то я встречу тем более что я пойду через популярное дикое место через в срф пойдем глянем нету никого в срф всегда работают экстен блин ты чё подожди ау нифига о еще один он на месте того же типа появился краб что ли не понял он по кому он стреляет а там еще кто-то стреляет слышу справа да твою мать так второй все последний третий остался блин ну чё ж ты там засел то и тит твою маковку нафиг бы ты там не нужен был чувака видимо костер не работает и он из костра пошел короче на в срф и всю малину мне обделал блин надо патронов докинуть так кинуть патроны рискнуть не рискнуть рискну пойду здесь выду на в срф как раз мне один дикий остался чем не вот смущает то что там пацанчик возможно серьезно какой-то слышу готова все а почему звука то не было это не мокрое дело а где он миротворческое о 11 с 12 я значит того первого который с дробовика стрелял по мне не убил получается попал в голову он присел или лег там ну чё план б хорошо что я тогда ручак дерганул за б 13 до активировал сейчас там попробую выйти надеюсь что там дикий будет а дынь штук это не так уж и много ну если чё там на старую можно будет сгонять да а вон на трубе стоит или сюда вот теперь упал вниз сюда простите бюро творческая миссия на таможне завершена отлично можно идти домой рычаг я дерганул ключ у меня есть сейчас если выпустят выйдем ага слышу твою мать посечка быстрей заставил понервничать старого блин солево целое муж медицины тогда глянуть а там вообще тел него все последний магазин остался ну если чё отстреляться хватит бинтики хлам ну что то не серьезно это все дело блин ящики ящики да все уже челоботы короче загрузились на карту я пошел тогда домой нафиг лучше я тогда вынесу сейчас эмочку синий броник и шлем и спокойно пойдем на какую-нибудь другую локацию чем заново этим закупаться да ну плюс еще и денежку какую-никакую вынесем чё мешок то не пустой то что все нормально а рейд можно считать более чем успешным поехали домой полчаса и дело в шляпе 12 диких наш маляре и теперь можем смело идти на следующую локацию по миротворческой миссии еще посмотрим что там у нас есть в миротворческой миссии нетронутыми остались только две локации это лес и развязка но я пойду на развязку потому что на развязке у меня помимо миротворческой есть еще несколько квестов здесь просто выжить надо распродажа уже все сделано просто выжить выйти с локации нужно будет здесь вообще настрелять диких а вот в витаминах от лыжника мне нужен будет ключ от мчс и надо будет в матисе и в мчс взять химические контейнеры притащить ему и вайфай камера я вообще забыл про этот квест надо будет за магазином наблюдения установить вроде бы собрался вроде все забыл оружие и броня все остается также беру у меня ключ от подсобки на подстанции есть если буду выходить на машинке то там под станцию эту и чекнем вайфай камеру взял чуть не забыл мчс мне же нужен будет ключик вот сейчас бы я и встрял бы опять ключ от медцентра службы мчс 54 куска пойдет вот теперь точно все забыл можно идти теперь на развязку упадем можно в 17-15 еще до темна успеем выйти с локации что погнали под вечерок прогуляемся стреляем диких забираем два хим-контейнера если есть возможность ставим видеокамеру больше кроме как выжить в эти с локацией нам ничего и не надо будет как спаун у нас на дороге напротив олли против олли значит кпп мчс и тэц у меня выхода нормально нормально пойдут такие выходы значит буду держаться где-нибудь ближе в центру что ли держать будем руку на пульсе если там будет тишина то тогда будет очевидно возможность забраться туда внутрь поставить видеокамеру и забрать хим-контейнеры главное чтоб мне сейчас малину не обгадил да не какой нибудь кила тут или пачка из чувака упаковка а то у меня самого сейчас в синий броник упакуют и синий каска сверху накроет третьего класса странно обычно тут ходят уже к этому времени дикари на парковке так тишина почему-то опа о вижу вот он первый клиент ага и надо мной трутся ну жаль конечно что там сейчас возня я блин хотел сначала наоборот избавиться от всех этих видеокамер и прочего потом спокойно ходить по периметру но походу так не получится у меня сделать и наверх подниматься тоже такой себе вариант сейчас лучше варик я так считаю не идти воевать там в центр да в третьего класса бронежилете я сам по себе такой себе вояка но в хиленькой броне еще еще хуже давай по периметру тогда что ли прогуляемся мне нужно будет диких настрелять а диких мы найдем если я через не здесь выйду то я заберу диких которые сзади оле никому не говори все там наверху еще какие-то глушеные начали стрелять ну не точно я не пойду туда пацаны вот как раз вы там развлекаетесь а я похожу диких пошугаю сейчас в аккурат еще в районе мчс дикие будут лазить и на тэд сходим пошли тогда прогуляемся да блин где-то это тайниче а вот он тайничок пару тайничков в которых ничего нет к сожалению но в первом точно нет сейчас надыгаем что-нибудь вкусного о кабачковая икра грач пойдет заодно можно будет глянуть на тэд сработает ли машинка выхода или нет хочу где все дикие а можно мне парочку парочку или троечку опачки это где на гашане да на палатке внутри блин ни одного дикого водила как это понимать как жить то как квесты делать о подожди капец ты появился или ты не про меня а нет про меня ну иди пообщаемся вот плюс один а я бы умку забрал даже местечко сейчас освобожу чтобы здесь на открыто не валяться вот так вот сделаем эй зачем перезаряжать это суда в темном уголке все разберем опачки это кто там разве спавнятся дикие ли это чувака пришел на шумок че вы к у попал разок по мне да в грудь попал амана амана так вот сделаем умку на себя вот я побольше у меня будет разгрузочка пойдет 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 когда они абсолютно не нужны когда не ждешь их блин приходит но в принципе я рад что мы с ним пересеклись значит на одного конкурента меньше на карте на карте и так то народу не очень много а когда получается кого-нибудь подстрелять ой нормальную у него смотри скорее скорее мосинка с кого-то снял наушники красивые улак да я в твой мешок тогда перееду братела это с дикого снято да ну он ты чё и оптику вынес и скс что ли интересные люди ну чё хорошо я одного чувака забрал а это как раз по моему тот чувака который здесь что-то взрывал да давай зайдем на кассы гашана там на кассах гашана в камерах хранения можно какие-нибудь ювелирку найти или еще что по цене биткоина тут же как раз и дикари шляются возле кассы чего бы нет когда-то а если все тихо будет то можно как раз и видеокамеру воткнуть и забрать хим-контейнеры а что больше возни я не слышал вот здесь вот в камерах хранения может быть что-то интересное находил здесь роликсы серебро золото вот серебро что серебро биткоины находил нету ничего питание не подали темно вас то вообще тут внизу в центре точнее чё пофиг давай рискнем да тихо вроде а нет кровище смотри это по кому-то шмалял тут еще интересно питание не подали это раз во вторых никто не собирается что ли подавать питание ни киба ни аптека никому не нужны получается сюда я забрел там с центром не выходить вообще неудобняк же лучше уж лучше уж с этой стороны таблетосину нет что то там где то еще пули ложатся по моему кто-то с глушечка стелит еще кило не видать чисто вот отсюда будет поудобнее мне кажется по крайней мере этот путь короче гораздо будет до места где камеру надо заложить а вот тела лежат ёпы а с моей стороны стреляли смотри кровь на коробке здесь и здесь да ладно фиг с ним давай ставить пока вроде как тихо 20 секунд живем 20 секунд сейчас тогда как раз здесь в мантисе и заберем хим-контейнер в мчс вот даже выживать не надо по этому квесту вообще шикарно а а вон где кило шпилит хорош хорош ну все пацаны развлекайтесь чего я могу еще сказать вам мочите гадов а я как раз хим-контейнеры под шумок сейчас заберу вот он первый чик апотечек нет так второй в мчс в германе видеокарту проверяем ретектрис какой-нибудь тютю ну и ладно а мчс открыто вот вот и ключ не понадобился бы ну кто ж знал что она открыта да хотя тут время от времени захаживать тоже не помешало бы так что ключик то что покупаете от мчс он легко себя может окупить даже за один заход вот взять кулер двигатель еще что-нибудь тут сумки есть вот он мой квестовый предмет сумки есть куртки есть медицинские сумки есть тут за один заход в легкую этот ключ окупится а он в использовании использовать его можно неограниченное количество раз так что покупка явно выгодная тут тоже может быть какое-нибудь ценное походу выгребли да все стараканили получается мне бы покушать не помешало давай здесь же наверное накажем кабачковую икру как раз до конца рейда я думаю мне хватит вот тут тоже можно поглядеть а закрытая все открытая то есть наоборот ну понятно значит здесь пробежались уже пролутали это все дело не зря я не зря пошел в обходку давай давай блин всегда получалось а тут что-то никак так не получается ладно пока сюда не приближали не приближали эти все вояки пошли идею посмотрим в идее тоже могут быть дикари о водичка заберем через идею и на тец на выход главное чтоб машинка там работала из нижней так так вот 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 что-то никого на горизонте алёва есть алёвы нет а жаль солнце на закат скоро темнеть уже начнет а львов нет блин чувствую почему-то что опять у меня начнется это вознес с львами ой я только троих настрелял прикинь это же очень печально имеет конечно смысл сейчас взять бросить все и просто пойти на тэц раз здесь нет диких посмотреть их на тэце если и там нету просто выйти вынести хотя бы химконтейнеры и квеста осведомлён значит вооружён тоже сдать о не уходи вот четвертый здесь наверху посмотрим и потом через не можно будет не через верх а в подвал тогда спуститься в подвале еще посмотреть там тоже частенько пару диких можно встретить так чтобы как можно меньше оставалось на следующий рейд что-то ничего вкусного нам она echo а уже создав recurring два компа сто тысяч о телефон желтый а вот и клиенты подъехали ты про меня ничего не пойму или это не дикий там спину не обойдет у меня или это в подвале вам вообще орал я бы вряд ли подвал вряд ли бы я подвал услышал да да он на меня агрится ай подожди чё ты где все значит сзади тоже дикий прикольно нет тут никого неужели наверху либо наверху либо я точно парковку слышал этот куда делся ничего не понял блин пацаны вы столько времени у меня отняли вот он все нашел засел прикинь не дышит так пустой ну ладно чё это какое у нас получается 5 был да вроде как здесь за завалом видеокарта должна мне нету на процессор есть заберем процесса тоже сейчас неплохо так стоит да ну серьезно вот гад а он наверху оказывается другого я не вижу метода способа вон он вон он блять да постой куда ты давай давай догнал все таки ну а мало все половина готова вот уже попроще полегче будет следующий раз половина когда сделано чтобы патроном братьюня голяк понятно значит идем о те ребятки пошли на мчс стреляются значит мы пойдем на тец через подвал в подвале тоже можно встретить дикого другого плюс на тец еще встретим стопудово или нет а нет встретим 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 вот он все вот с такими результатами уже можно нормально так идти домой когда хотя бы больше половины настрелян плюс у меня единственное что смущает это эти самые квесты мои а конкретно витамины эти два химические контейнеры их чтобы еще один идет их чтобы добыть надо будет опять же в центр туда идти а там жарко как всегда давай давай ползи давай давай ползи ой вдвое еще нифига вы ребята блин за тачку спрятался а ты спили гримом нифига хорош хорош у меня получается еще и мешок принес так а это что за выстрел был пацанчики решили не выходить на мчс видимо блин это на тец они сейчас и машину угонят да и диких всех перестреляют ну вот вышел с мбсс по итогу выхожу с пили гримом ну иду в сторону выхода точнее тот человек который не хотел лутаться что там у нас по магазинам у меня уже патроны заканчиваются из двух один состряпаем опа кто здесь это надо мной есть еще один железный повод наверх подняться тогда девять блин опять троих осталось вот как раз бы сейчас наверху одного и на третье да а они не уехали смотри может они тоже просто диких настреливают отлично все всего двоих осталось блин не знаю как бы внутренний голос подсказывает что смысла нет идти сейчас на тец во первых они угонят машину если она там есть во вторых они диких перестреляют там и смысла мне вообще там теряться никакого но сходить все таки хочется желание если честно ради одного двух диких потом возвращаться сюда же и в этой же херовенькой снаряги желание особо не имею все движение ноль я не слышу что там да и темнеет блин капец как он с такой это и ходит да волына я смотрю как высоко прицел ну каждый по-своему с ума сходит ну дайте мне пару диких и все я пошел немного в обход пойду заодно гляну эту временку подсобку от которой ключик взял издалека я сразу здесь же пойму работает ли выход или нет если там машина или нет ее отсюда видно прям будет нет на машине они еще не уехали либо машины нет либо они пошли на выход где железная дорога может быть у них не было выхода на мчс вообще блин еще одни разорчики вот это временка белая крайне вторая здесь есть пару оружейных ящиков но прикол в том что это не просто какие-то оружейные ящики а вот в этом ящике говорят что спаунятся часто редкие вещи довольно вуобук например садры ну а это такое себе в общем а этот бук сейчас черт его знает сколько денег стоит за одну ячейку ну не бук как она там рк-1 скошенная рукоятка такая метаболизм 19 не дурно ну момент истины бляха муха машины нет придется на мчс педали мы и и и и и и сюда ножнички все в хозяйстве проходится ну чё будем надеяться что те типки которые здесь все закошмарили всех поперебили блин мою клиентуру все что они ушли в сторону железной дороги на той стороне на лицевой торгового центра будут выходить хотя я медленный вряд ли я их догоню да даже если по пятам пойду красный таймер не точно надо валить через мчс пока чего боты не побежали на выход те ребятки меня быстренько импочек рыжат я думаю такого немобильного тихо тихо ты нифига творишь ё-моё как я его не увидел там так это был 11 между прочим я предлагаю тогда двенадцатого здесь же найти где-нибудь готов поспорить что у меня не один здесь вы тоже это слышали я думаю все понял не базарю рисковать квестовыми эй еще один родник родненькой покажись где ты во блин он по ним стреляет на выход бежит двоечка у вас мдр кай ничего этого нота страшно вот и познакомились здравствуйте вы и меня теперь не выпустите и диких мне перебили да молодчики молодчики блин ёппер с этой 8 минут до выхода у меня а выход у меня либо на тэц тэц машина не работает либо здесь на мчс либо питания ключи у меня нет либо можно будет здесь где пролом где дыра в забор в заборе это чё был салют блин ну тут лута столько выкидывать ёппер сэта выйду в дыре в заборе тогда по деньгам попаду ну вот этот зал был скорее всего типа мы выходим как раз на выходе шмаляли или это обманка была или вы сзади обходите блин чё делать рискнуть или рискнуть и денежку вытащить или не рисковать и квесты стопроцентно вынести я думаю что они вышли вот я на их месте если честно я бы выпустил себя я бы также сделал дал бы залп на выходе прям тем более что они киллу скорее всего раздербанили я думаю им есть чем выйти я к тому что смысла у них нет сидеть и четкого то там ждать еще при этом рисковать лутом от килл и если они устроили засаду то скорее всего на той стороне вряд ли они меня отсюда будут ждать так что здесь охотра сейчас мы кинемся ну пять минут уже чё уже нормально да и темень уже кормешная вам вообще там наверное ничего не видно кого гулять ходить тут не я не вижу не слышу никого никаких признаков я и не думаю что они тут прям засаду будут устраивать еще и в потемках да давай не тупи нету никого похоже я вышел вот такой вот рейд получился очень жаль что одного дикого конечно мне все таки не удалось дострелять всего одного человечка осталось но зато пару других квестов сделал витамина часть 1 передаем контейнеры давно уже висит этот квест правда у егеря теперь опять минус будет лояльности я не знаю как как жить то с этим егерам такой противный зараза витамина часть 2 а я сразу его могу закрыться 3 4 респиратора у меня уже готовы и два набора для три набора для перевод переливания тоже уже готовы тогда витамина часть 2 тоже закрываем квест вон оно как получается и осведомлен значит вооружен тоже давно этот квест уже висит как раз на развязке этой установленной камеры и не хватало для сдачи прикормка открывается квест оставить золотые цепочки под матрасом на развязке на таможне в лесу и убить чвк на развязке период с 22 до 10 нормально но хотя у меня лояльности уже накачано смотри как раз до короны можно вообще пока подзабить на квесты от лыжника распродажи можем закрыть квест но выжили вышли с локации все эти магазины мы проверили в одном из предыдущих выпусков вот теперь он меня начинает гонять по развязке картотека часть 1 грузовые ведомости гаша на оле идеи надо будет ему притаранить плюс кровь войны часть 1 маркером прицеп цистерна на развязке пометить одну вторую и третью но тут не сложно по миротворческой миссии не удалось добить всего одного дикого на развязке так что следующий выпуск мы начнем именно с нее добьем этого дикого может быть какое-то альтернативную снарягу с собой возьмем не знаю ну как раз пометим например цистерны внутри я не хочу заходить в третьем уровне брони и останется только в лесу убить диких но там я думаю попро и может быть даже с леса и начнем в первую очередь короче поживем увидим а на этом у меня все всем спасибо за просмотр благодарю за поддержку за комменты и пальцы вверх всем хорошего настроения удачных рейдов увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания удачных рейдов